Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. В сегодняшнем ролике мы с вами поговорим про мою обновленную коллекцию парфюмерии. На моем канале уже есть видео на данную тему, и там я также рассказывала про свои фавориты, про те парфюмы, которые я использую долгие годы. Скажу сразу, что к выбору парфюмерии я подхожу очень аккуратно и очень медленно. То есть для того, чтобы приобрести тот или иной аромат, иногда мне требуется полгода, год, а иногда и бывает такое, что и два года я хожу, присматриваюсь, прислушиваюсь, и только потом делаю выбор в пользу того или иного аромата. Если вам интересно узнать, чем я пользуюсь, что я предпочитаю, какая моя коллекция, то обязательно не переключайтесь и смотрите это видео. Ну и также напоминаю о том, что если вы не смотрели предыдущие ролики на моем канале на эту тему, обязательно переходите по ссылочкам в описании ниже и смотрите, потому что те парфюмы, про которые я достаточно подробно рассказывала в предыдущих роликах, я здесь также их обязательно упомяну, но подробно на них останавливаться уже не буду. Для начала я бы хотела пройтись по более таким самым часто используемым парфюмам на каждый день. То есть это то, к чему у меня чаще всего тянется рука именно сейчас, в жаркий период. У нас лето на Урале выдалось действительно очень активным, и просто практически каждый день у нас плюс 25, плюс 30, поэтому, соответственно, я выбираю и парфюмы какие-то облегченные, и вот как раз-таки сейчас про них хотела бы с вами поговорить. Первое, наверное, с чего я начну, это будет аромат от бренда Tom Ford, называется он Costa Azura, и у меня он в размере 30 мл. Вообще, хочу сказать, что я, в принципе, предпочитаю покупать парфюмы 30-50 мл, но не во всех брендах присутствует такой объем. Иногда парфюмы представлены только лишь в объеме 100 мл, и тогда для того, чтобы сделать покупку парфюма в таком объеме, мне действительно требуется очень много времени, чтобы понять, подходит он мне, не надоест ли. Потому что в моей истории было неоднократно, когда я от жадности покупала 100 мл, потому что по первому впечатлению мне казалось, что это просто невероятный, богический аромат, он есть у всех, и мне тоже надо. Так было с Dolce & Gabbana Lime Periatrice, номер 3, по-моему, это было. Я помню, как я ее купила, 100 мл, и просто уливалась, потому что мне казалось, ну, надо же, чтобы она закончилась. В итоге я не могу на нее смотреть, я не могу его ощущать ни на себе, ни на других, и поэтому я больше не хочу, чтобы аромат вызывал у меня такие ощущения. Теперь я подхожу к выбору более тщательно. Так вот, вернемся к Costa Azura. Во-первых, ароматы из линейки Tom Ford мне безумно нравятся, их вот этими цветными стеклянными флаконами. Мне кажется, что это дико красиво, скажу сразу, у меня есть еще один, про него я вам тоже рассказывала, это Мандарин Деамальфи, но Costa Azura вот этим летом у меня пользуется популярностью больше. И теперь давайте о самом аромате. Вообще, честно, по первым нотам он, мне кажется, достаточно таким брутальным и мужским, но при этом в меру цитрусовым и немного свежим. Изначально, кстати, этот аромат моя мама подарила моему мужу, но она знает, что мы очень часто пользуемся ароматами вдвоем. И поэтому, когда она спросила меня про Costa Azura, я даже не раздумывая почитала описание и подумала, что да, он отлично подойдет, и я тоже смогу им пользоваться. Ну, так и на самом деле получилось. Сейчас этим ароматом пользуюсь именно я чаще, и, опять же, забегая вперед, скажу, что я очень люблю вот такие брутальные, немного мужские парфюмы. То есть в моей коллекции действительно есть ароматы, которые, я знаю, используют только мужчины в большинстве случаев, но на мне они раскрываются каким-то таким чудесным способом, что я прям, вероятно, кайфую. Так вот, Costa Azura. Это что-то древесное, немного цитрусовое, с капелькой брутальности. На лето, мне кажется, это отлично, особенно, знаете, в такое уже вечернее время, как-то время коктейльных платьев, каких-то, возможно, коктейлей, коктейльных платьев, коктейлей. Ну, в общем, он не создает настроение такой летней вечеринки, жаркой. И поэтому я действительно им сейчас часто пользуюсь. Еще один парфюм, тоже такой очень летний, от бренда Tom Ford, он, кстати, сегодня идеально сочетается с моим ожерельем. Это мандорина de Amalfe, у меня он идет в объеме 50 миллилитров. А когда я приобретала его, я была уверена, что он мне нужен, потому что до этого я год ходила вокруг него и тестировала. Здесь я действительно ярко ощущаю этот мандарин, цитрус, свежесть. Он, как по мне, тоже является универсальным унисекс ароматом. Вообще, в принципе, вся нишевая парфюмерия, она считается унисекс и не делится на женское или мужское, в большинстве своем случаев. И поэтому этот аромат мы также используем с моим мужем вдвоем. Я хочу сказать, что из таких вот универсальных летних ароматов, наверное, этот является самым популярным среди, по крайней мере, моего окружения, и всегда, когда я с ним, все мне делают комплименты, говорят, что это такой сочный летний аромат. Но действительно, как только начинается за окном серость, слякоть, вот эти все мои цветные баночки уходят, к сожалению, в дальние ящички, полочки, потому что, ну, мне кажется, они уже не актуальны, и я, по крайней мере, их носить на себе в такую погоду уже не могу. Поэтому вот сейчас, последние дни лета, я, если честно, прям успеваю использовать еще вот эти красивые цветные флаконы. Далее, что еще я очень часто использую летом, это вот такой аромат от бренда Maison Fonse Kourkujan, именно аромат Gentle. И вот это, кстати, насколько мне известно, аромат считается больше мужским. Ой, я так его люблю. Я о нем рассказывала, по-моему, в видео, которое было год назад. Он очень интересный, он сложный, он чуть-чуть цитрусовый, он чуть-чуть, он чуть-чуть древесный. Я обязательно параллельно буду пускать основные ноты каждого парфюма, чтобы вы могли с ними ознакомиться ближе, так сказать, профессиональный, и, возможно, на основе этой информации выбрать уже то, что подойдет именно вам. Но, возможно, наши с вами интересы и вкусы схожи, так вот, имейте в виду, вот этот парфюм до Maison Fonse Kourkujan для меня просто идеален. А, например, Baccarat Rouge я на себе носить просто не могу. Мне кажется, он такой попсовый, он такой простой, я на себе его не ощущаю, и вот эти первые ноты для меня слишком какие-то плоские. Здесь же все иначе, и когда я наношу его, моя голова просто сходит с ума и кружится, ну, естественно, в хорошем смысле этого слова. Далее я хочу вас познакомить с новым для меня брендом, относительно новым, потому что до этого подробно в видео про парфюмерию я об этом бренде вам не рассказывала. Это Atelier Colonia, и первое, что меня вообще впечатлило у этого бренда, это их красивые стенды в магазинах парфюмерии. Когда я проходила мимо них в Золотом Яблоке, они как раз, я помню, поставили новый стенд, у них появились вот такие вот кожаные чехлы для каждого парфюма в разных цветах, появилась возможность гравировки, индивидуализации, да, каждого парфюма. Мне это стало так интересно, что я решила познакомиться с этим домом поближе. Первое, что меня впечатлило, давайте вот начнем, наверное, с него, это Cedar Atlas. Это, мне кажется, классика бренда Atelier Colonia, потому что это очень свежий аромат, лично мне, он напоминает первую молекулу. Я ее очень люблю, для меня это запах чистоты и свежести, какой-то благородности. И Cedar Atlas, это как раз-таки смесь молекулы чуть-чуть с добавлением цитруса. Вы, я думаю, уже поняли, что я люблю цитрус, и он у меня всегда вызывает какие-то такие очень будоражащие ощущения. И даже если взять линейку парфюмерии достаточно раздела Mass Market, не знаю, как это правильно называется, наверное, не Mass Market, но в общем, мне в детстве, точнее, в юношестве, безумно нравились ароматы от бренда Moschino. Funny, I Love Love, по-моему, они назывались. Честно, даже сейчас, когда я подхожу к ним и начинаю их ощущать, я все еще испытываю невероятное удовольствие, и мне хочется его на себя нанести. У меня даже были мысли, чтобы купить себе парфюм от бренда Moschino, и иногда, вот когда есть соответствующее настроение, использовать его. Хотя, по сути, цитруса у меня, конечно, очень много, но я все равно его люблю, он меня все равно очень манит, и во мне рождаются какие-то теплые воспоминания из детства, когда тогда я наносила Moschino и представляла, что потом у меня будут дорогие духи, я буду им пользоваться. В общем, я думаю, что у многих из вас, так же, как у меня, ароматы действительно ассоциированы с какими-то воспоминаниями, с каким-то периодом жизни, вот, и поэтому цитрус для меня это, наверное, ассоциация того времени, когда я была подростком и видела себя в прекрасном будущем. Так вот, это прекрасное будущее наступило, ну, и цитрусом я, как вы видите, продолжаю пользоваться. Далее, от бренда Atelier Colonia мне также очень понравился их относительно новый аромат и сейчас вам скажу, как он называется. Вот, точно, Lemon Island. Я достала его из чехла, он у меня в маленьком объеме и это так удобно, это так, на самом деле, красиво. Всегда, когда я его достаю из своей сумочки и наношу, все сразу спрашивают, что это за парфюм. Мне кажется, это выглядит очень стильно, это выглядит дорого, видно, что это парфюмерия нишевая и Lemon Island это такой, действительно, летний, максимально летний аромат. Несмотря на то, что в Lemon Island очень такая высокая концентрация цитруса, здесь присутствует сладость и вот для меня эта сладость ассоциируется у меня как с каким-то отпуском. Скажу сразу, я не брала этот аромат еще ни в какой отпуск, но скоро он у меня приближается и мне очень хочется, чтобы аромат, который пока что у меня вот как-то в голове не зафиксировался с каким-то периодом жизни, у меня начал потом меня возвращать в воспоминания, например, моего отпуска. Поэтому возможно, что именно этот парфюм я возьму с собой в приближающийся отпуск на Кипр. Там, я повторюсь, еще ни разу не была и мне хочется чего-то такого новенького, поэтому мне кажется Лемон Айланд под это дело очень подойдет. Еще один из самых популярных парфюмов от бренда Atelier Colonia это Клементин Калифорния и здесь опять-таки прекрасно все. Во-первых, очень мне нравятся вот эти красивые свежие прозрачные флаконы. Во-вторых, Клементин Калифорния это опять же цитрус, немного согревающий, в меру сладкий, то есть если Лемон Айланд в нем прям сладкость чувствуется, то здесь в Клементин Калифорния чувствуется больше... Давайте еще разок. Я сегодня пойду на работу, мне кажется, просто смесь всего, что есть у меня. В общем, я не знаю, как описать вам этот аромат, но он очень приятный, он погружает в какие-то теплые ощущения, из которых просто не хочется выходить и вот эту атмосферу на себе хочется ощущать. Поэтому, если вам просто хочется хорошего настроения, приподнятого духа, то мне кажется, что Клементин Калифорния будет идеален. И еще один парфюм из линейки таких легких и цитрусовых, и он прям очень новый в моей коллекции, это бренд Герлен. До этого я не была знакома вообще с парфюмами от бренда Герлен, хотя вот на эти красивые упаковки вот с такими золотыми сотами, да, пчелиными, я засматриваюсь давно. И я думаю, что если вы смотрите это видео, возможно, у вас есть какой-то или был когда-то парфюм от дома Герлен, потому что я знаю, они достаточно популярны. Сейчас я в руке держу аромат, который называется мандарин-базилик. Ну и опять же, здесь все понятно. Ой, он прям... Здесь есть и нотка базилика, очень яркая, а я базилик просто обожаю и в еде, и в аромате. Для меня он, правда, какой-то тоже такой очень сложный. И вот этот мандарин, который несет очень освежающую нотку вместе с базиликом, мне кажется, идеально сочетается. Вообще, такое сочетание, мне кажется, часто встречается в парфюмированных брендах, но они все либо горьковаты, либо слишком сладковаты. Здесь же, мне кажется, идеальное сочетание. И вот, правда, я пока что выбираю между вот этими двумя ароматами, чтобы взять их в отпуск, потому что они оба очень летние, солнечные, интересные, такие, знаете, неповторимые. И поэтому напишите, пожалуйста, с чем у вас больше цируется лето, если вы пробовали тот этот парфюм с Герлен Мандарин Базилик либо с Ателье Колони Лемон Айлон. Мне будет очень интересно почитать, потому что я пока, честно, в раздумьях. Здесь у меня, кстати, размер 75 миллилитров, и, насколько мне известно, по-моему, в других объемах бренда Герлен парфюмы не выпускают. Но я могу ошибаться, поэтому сразу же извиняюсь. Дальше пройдемся по тоже относительной новинке. Этот парфюм у меня все еще находится вот в такой красивой упаковке. Это бренд Шаппар. Парфюм называется Витивель The Out of the World. Не знаю, откуда приходит фабрик, смотря сколько details. Я сразу извиняюсь за свое красивое произношение французского, но я специально берегла упаковку, чтобы показать вам, как все упаковывает бренд Шаппар. Здесь у нас идет такая вот книга, в которой, насколько мне известно, прописываются основные вообще ноты данного парфюма на разных языках. Дальше у нас идет очень красивый бархатный чехол. И теперь это дико красиво. Это просто очень красиво. Всегда, когда я проходила мимо стенда Шаппар, мой взгляд пленили вот эти вот упаковки. Есть вот такой синий парфюм, и есть еще очень красивый насыщенный изумрудный. Но вот именно этот свел меня с ума, потому что описать его я просто не могу. Поэтому опять же, основные ноты вы сейчас видите на экране. Этот аромат у меня ассоциируется со свежестью, с чистотой, с какой-то, знаете, немножко наркотической, очень такой легкой ноткой. Если вы понимаете, о чем я говорю, у меня есть парфюмы, которые действительно содержат как будто что-то вот то ли табачное, что ассоциируется с чем-то очень запретным. Но этого должно быть немного, и вот как раз таки это добавляет всю сложность этому парфюму. И вот здесь как раз таки, мне кажется, оно стопроцентное попадание. Он идеален. Он, мне кажется, будет пользоваться популярностью и осенью, и зимой, и весной, и летом. Это аромат, который не имеет сезонов однозначно, но при этом он не слишком вечерний. То есть это все-таки та категория парфюмов, которые я могу использовать как в утреннее, так и в дневное время. На вечер мне, возможно, хотелось бы чего-то более интенсивного, более сложного, но при этом при всем, когда я наношу этот аромат, люди не понимают, что это. То есть это что-то незаезженное, это что-то дорогое, интересное, и это вызывает вопросы. Поэтому однозначно да, бренд Шапард стала для меня вот таким вот открытием. Рекомендую. Далее хочу рассказать вам немного о своем разочаровании, потому что я очень хотела себе аромат от бренда Киллиан. Он у меня появился, и это аромат, который называется Woman in Gold от бренда Киллиан. Конечно же, все выглядит максимально роскошно, максимально дорого и красиво. Вот такое вот белое оформление упаковки, и теперь давайте про парфюм. В общем, как вообще он у меня появился, и почему теперь это мое разочарование. Бренд Киллиан прислали мне его в подарок, познакомить меня вообще с домом Киллиан. И до этого я написала сразу, что я ничего не пробовала, мне хотелось бы что-то интересное. Мне прислали Woman in Gold. Да, это такая классика дома, я уже почитала огромное количество отзывов, но для меня это очень тяжело. Я предложила его своей маме, но мама тоже сказала, что он ей тяжеловато, но любит ароматы чуть-чуть другие. В этом же присутствует активная сладость, шлейф. А я, кстати, вот не знаю, люблю ли я шлейфы или нет, потому что мне кажется, что они у меня иногда вызывают головокружение. И вот как раз таки, когда я наношу Woman in Gold на себя, у меня кружится голова. И мне хочется пойти в душ и смыть его себя, потому что он для меня ну очень тяжелый, к сожалению. Поэтому я пока на него просто смотрю. Конечно же, упаковка невероятно красивая, и у меня это объем 50 миллилитров. Думаю, что с ним делать. Возможно, пройдет настроение, и потом я смогу им пользоваться. У меня бывало такое с некоторыми парфюмами, но пока что, к сожалению, увы-ях, не моя история. Кстати, если вы любите бренд Killian, то напишите, пожалуйста, какие ароматы являются вашими любимыми, потому что я все еще хочу себе что-то приобрести. Мне нравится, в принципе, Good Girl Gone Bad, но она достаточно избитая. Также мне нравится Midnight in Heaven, но насчет него я пока что сомневаюсь. Будет очень интересно почитать ваши комментарии, дайте свои рекомендации, ну а я в свою очередь в будущем, возможно, если приобрету парфюм от бренда Killian, обязательно вам расскажу о нем подробнее. Далее мы с вами перебираемся к парфюмам, которые являются уже более насыщенными и более вечерними. Их я использую не каждый день, но опять же, все зависит от времени года. Если, например, на дворе зима, осень такая глубокая, холодная, я могу их использовать и в утренние часы. Начну, наверное, опять же, с бренда Tom Ford и скажу, что со многими этими ароматами я вас уже знакомила, но вскользь о них, опять же, расскажу. White Suit. Очень теплый аромат, который лично меня согревает и ассоциируется у меня с чем-то холодным. Я обожаю его наносить, особенно, знаете, на какой-нибудь мех, вот прямо ощущать его, потому что действительно он про теплоту, он про холодное время года однозначно. Опять же, это запах чистоты, в меру сладкий, в меру кожаный, конечно же. И да, кожаные ароматы я тоже очень люблю. Далее, это будет Wood Wood, и это как раз-таки история про мужчин, но это мой любимый парфюм, сразу скажу вам. Он у меня вызывает невероятное ощущение. У меня два флакона, у меня есть гель для душа, у меня есть аэрозоль, точнее, вуаль для тела, тоже с ароматом Wood Wood, и честно, мне кажется, это самый-самый невероятный парфюм, и я его так сильно люблю, что как только у меня закончится этот флакон, я обязательно пойду за новым, потому что он просто должен у меня быть. Да, я, возможно, сейчас, на фоне того, что у меня огромная сейчас коллекция, использую его редко, но поверьте мне, это какой-то такой некий пунктик, который у меня всегда должен быть, и на особый случай я нанесу именно его. Далее, Fucking Fabulous от бренда Tom Ford. Тоже история такая вечерняя, сложная, немного, возможно, мужская. Для меня этот аромат ассоциируется с чем-то запретным, с чем-то, каким-то реально наркотическим. Ой, он очень интересный, он вот прям сложный, его вот хочется ощущать, то есть ты его ощущаешь, и ты его не понимаешь, тебе хочется попробовать еще раз, и еще раз, и так до бесконечности. Вот, но опять же, история не на каждый день. Еще одна моя любовь, правда, так люблю, не могу, Umbre Leather. Это для меня идеальный аромат про кожу. Я очень люблю запах кожи, но не везде он бывает тот, что нужно. Опять же, про кожу мне многие рекомендовали познакомиться с брендом Memo, или Memo, простите, если я сейчас неправильно произнесла. Там действительно очень много различных видов кожи, но я пока что не нашла тот самый, который подойдет именно мне, и поэтому пока что мой любимый это Umbre Leather от Tom Ford. Далее, парфюм, про который я очень много рассказывала в своих предыдущих видео про фавориты, про новинки, про покупки косметики, это Louis Vuitton Novo Monde. Опять же, не буду сейчас на нем заострять внимание, но скажу одно, это запах, который мне ассоциируется с деньгами, с чем-то очень таким крутым, классным, когда хочется драйва, когда хочется почувствовать себя максимально уверенно. Я наношу его, он невероятный, он просто сводит меня с ума. Здесь и кожа, и что-то еще, и, кстати, на сайте Louis Vuitton этот парфюм относится к разделу мужской парфюмерии, но, конечно же, он мой. Далее, относительно новинка, которую я пока что не распробовала, но думаю, как только начнется осень, я обязательно к нему вернусь, это Tom Ford, который называется Fougier Dungeon. Обязательно вы сейчас видите название, потому что я не знаю, как это правильно произносится, как это читается. Размер у меня 50 миллилитров, точнее, объем, и история, как я его приобрела. У меня был сертификат золотого яблока, я подхожу к этому Tom Ford и смотрю, что у них есть скидки на определенные товары. Такое бывает редко, но такое бывает, и я вижу несколько парфюмов, которые, например, стоили 15 тысяч, а сейчас стоят 9 тысяч, а у меня как раз сертификат на 10. И я такая, ну, надо попробовать. Нанесла, сначала на бумажечку, потом на руку, поняла, что интересно, походила с ним, походила день, походила два, вернулась, увидела, что акция все еще действует, подумала, ну ладно, если акция, то беру. В общем, собственно, это такая действительно очень спонтанная для меня покупка была в плане парфюмерии, но я осталась довольна. Аромат, опять же, сложный, вообще, в принципе, вы видите, у меня очень много Tom Ford и практически все мне подходит. Наверное, исключением является какие-то ультра-сладкие ароматы, например, Bitter Peach для меня оказался очень тяжелым и сладким, и Lost Cherry тоже тяжеловатый, слишком вишневый, и не моя история, хотя я знаю, многие девушки их очень любят. Так вот, здесь же, здесь есть и легкая свежесть, и что-то такое немного древесное, лавандовое, как будто бы. Сочетание интересное, очень необычное, у меня из всей моей коллекции такого парфюма еще не было, он ни на что не похож, поэтому я решила его приобрести, потому что он достаточно неизбитый, то есть даже когда я показывала флакон своим знакомым, друзья, многие про него вообще даже не знали, поэтому мне кажется, это будет интересно, возможно, я его открою с новой стороны, и потом он станет очень популярным и известным. Ну и еще одна удовая история, которая, которую я очень люблю, именно удовые парфюмы я очень сильно люблю, я думаю, вы это поняли по аромату Уд Вуд, но я решила попробовать также Уд от Ателье Колонии. Это Уд Сапфир, к сожалению, тут такая стеклянная, вот зеркальная, точнее упаковка, она вся изляпана, выглядит это не очень, но парфюм очень интересный, то есть он действительно удовый, он очень яркий, он ярче по звучанию, мне кажется, чем Уд Вуд, но и при этом при всем он чуть-чуть более плоский, то есть если Уд Вуд, он такой многогранный, и вроде бы это и Уд, но в то же время это что-то вот сложное и хочется это, так сказать, разглядеть поподробнее, то с Ателье Колонии Уд Сапфир, он немного более плоский, но он более яркий. Если вам нравится именно Уд, без каких-либо вот других сочетаний, то присмотритесь именно к бренду Ателье Колонии Уд Сапфир, я скажу сразу, использую его реже, чем Уд Вуд, он мне не вызывает такого головокружения, но при этом при всем считаю, что среди Удовых он очень интересный. Фух, друзья, если честно, я даже немного вспотела, пока рассказывала про все эти ароматы, потому что, как вы видите, они у меня вызывают уйму, просто бурю эмоций, и я очень сильно их люблю, и я надеюсь, что это видео было для вас полезным, возможно, вы выбрали какого-то нового фаворита для себя. Если так, то обязательно ставьте палец вверх, мне будет безумно приятно, подписывайтесь на канал, если вы на него все еще не подписаны, я вам всем желаю удачи, увидимся в следующем видео, до новых встреч, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok